Привет, красотки! Многие из вас писали, что вы очень скучаете по видео о покупках сайта iHerb. И в этом видео мы как раз с вами рассмотрим мой очередной заказ. Семена чьи я покупаю постоянно, вы уже миллион раз их видели в видеопокупках. Очень полезная для здоровья вещь, почти не имеют вкуса. Как раз по этой причине их можно добавлять в десерты, в йогурты, в мюсли, в каши, во всё что угодно, в принципе. Когда вы замачиваете эти семена в воде, они разбухают и приобретают такую желейную текстуру. И как раз по этой причине из них получается очень приятный пудинг. Семена именно этого бренда Now Foods я покупаю чаще всего, потому что, как мне кажется, это наилучшее сочетание цена-качество. Объём здесь 454 грамма. Самый любимый крем для волос, миллион раз вы опять же его видели и в видеопустых баночках, и в видеопокупках. Называется он Desert Essence Coconut Soft Curls Hair Cream. Купила сразу две штуки про запасы. Единственное, что, девчонки, мне кажется, они изменили что-то в составе, наверное, потому что оттенок этого крема отличается от оттенка того крема, который я использую сейчас. Вы видите? Я не знаю, насколько вам хорошо это в видео передаётся, но оттенок у крема бледно-розовый. Раньше он был абсолютно белый. Какой-то из них я уже открывала. Вот этот вот. Запах точно такой же. Я надеюсь, что и свойства у крема не поменялись. Девчонки, если у вас вьющиеся волосы, сухие волосы, непослушные волосы, очень рекомендую к этой вещи присмотреться. В видео о пустых баночках я вам показывала маленькую упаковку вот этого вот кондиционера для волос от бренда Acure. Называется он Ultra Hydrating Conditioner. Я в том видео вам сказала, что поначалу мне этот кондиционер не особо понравился, я не была в восторге. Но после того, как он закончился, я начала другой использовать, я поняла, насколько классно он работал на моих сухих волосах. Он действительно увлажняет, делает ваши волосы более послушными, более живыми, сияющими. Не самый бюджетный на этой планете вот эта вот упаковка 709 мл стоит дороже 1000 рублей точно. Но довольно экономичный. Я надеюсь, этой упаковки мне хватит на долгое время. Состав здесь натуральный. Опять же, девчонки, не знаю, насколько он натуральный, то есть, возможно, здесь есть какой-то ингредиент, который ценители органической, натуральной косметики посчитают не очень натуральным. Но в целом ничего экстра криминального я лично здесь не нашла. То есть, здесь явно нет парабенов и тому подобных вещей. Пахнет, кстати, очень вкусно, каким-то миндальным десертом. О геле Алоэ Вера я вам тоже не в первый раз рассказываю. После загара эта вещь приятно ощущается на теле, успокаивает и увлажняет вашу кожу. И в этот раз я, кстати, заказала геле Алоэ Вера для своей мамы. Она где-то вычитала, что он хорошо работает при боли в суставах, по-моему. Она мажет им ноги, говорит, что он ей помогает. То есть, что у неё не болят суставы после его использования. Я не знаю, работает ли это на самом деле, возможно, это плацебо или что-то подобное. Но в любом случае, знаете, что, возможно, эта вещь также помогает при боли в суставах. Девчонки, если у вас есть более детальная и проверенная информация на этот счёт, пожалуйста, поделитесь ею внизу в комментариях. Следующая вещь – это щёточка, на которую я очень долго смотрела, но я никак не решалась её купить, потому что у меня чувствительная кожа, я боялась того, что она будет слишком сильно мою кожу царапать. Щётка – это для сухого массажа от бренда Икатулс. Внешне очень симпатично выглядит. Насколько я понимаю, вот это бамбук. Щетинки здесь жестковаты, но даже на моей чувствительной коже эта щётка до сих пор, к счастью, ещё не вызвала раздражения. Я её использовала два или три раза, по-моему. Массируйте своё тело, сухое тело, то есть вы не мочите эту щётку, и, по-моему, на упаковке было написано, что нужно массировать снизу вверх, то есть вы начинаете с ног и поднимаетесь вверх. Продолжая разговор об Икатулс, заказала я муслиновые салфеточки, платочки, я не знаю, как точно это называется. Девчонки, эта вещь, по идее, должна полировать вашу кожу и помогать при снятии макияжа. Вы наносите своё любимое средство для снятия макияжа на лицо, после чего вы мочите эту салфетку тёплой водой и массируете ею своё лицо с нанесённым на него очищающим средством. Такое было длинное предложение, надеюсь, вы поняли, о чём я говорю. Я ещё не тестировала, естественно, эти платочки, но внешне смотрятся как обычный носовой платок. Их тут два в упаковке. Отзывы на сайте просто фантастические. Люди пишут, что это действительно мега рабочая вещь, что эти платочки творят магию с вашей кожей, что они её полируют, делают более гладкой. На ощупь обычная хлопковая ткань. Очень интересно посмотреть, работает ли этот муслин на лице и действительно ли он полирует вашу кожу. Если вы эти платочки тестировали, пожалуйста, расскажите мне о вашем опыте внизу в комментариях. Или если вы даже похожую продукцию другого бренда тестировали, тоже расскажите мне об этом в комментариях. Решила я запастись на зиму и купить ещё одну упаковку моего любимого лосьона для тела от бренда Nubian Heritage. Называется он «Мёд и чёрный тмин». И вы знаете, девчонки, что я лично этот лосьон очень часто использую как парфюм. То есть, если вы наносите его на всё своё тело, то аромат преследует вас в течение дня, скажем так. Многие парфюмы в моей коллекции пахнут не так интенсивно, как этот лосьон для тела. Аромат здесь тяжёлый, восточный, насыщенный, сладкий. Я даже честно не знаю, как его ещё описать. Если вы любите гурманские и восточные ароматы, то определённо могу этот лосьон вам рекомендовать. Для лета аромат слишком уж интенсивный даже для меня. Но осенью и зимой он просто идеален. Уходовые свойства у лосьона тоже замечательные. Он жирный. В хорошем смысле слова он плотный. Быстро впитывается. Но вот этот вот конкретный лосьон оставляет незначительные белые следы на вашем теле. То есть он впитывается не так быстро, как, например, лосьон с оливой из той же самой линейки. Очень сложно его извлечь отсюда. И когда у меня лосьон подходит к концу, я разрезаю эту бутылку и вымазываю остатки таким образом. Потому что другого способа использовать лосьон до конца я пока что не нашла. Когда я делала заказ, на сайте проходила какая-то акция. И можно было заказать 3 маски в упаковке. от бренда Тони Молли. За 230 рублей, по-моему. Вы не можете выбрать, какие именно маски к вам приедут. Вы просто покупаете набор из трёх. Мне досталась маска с красным вином. Маска с чем-то, я не знаю, что это такое. Мак Геоли. Это, видимо, какой-то кефир или, я не знаю. В любом случае. Вторая маска. И третья маска с томатом. Вот так вот выглядит. Ни одну из них, соответственно, я ещё не тестировала. Многие из вас интересовались моими масками для лица. И я даже подумываю о том, чтобы сделать отдельное видео на этот счёт. Если вам интересно такое видео увидеть, пожалуйста, напишите мне об этом внизу в комментариях. Девчонки, если вы маски Тони Молли тестировали, пожалуйста, расскажите мне о вашем опыте. И напишите мне, какая из них является вашей самой любимой. Дневной крем от бренда Акьюр. Здесь его 50 мл. Называется он Готу Кола Экстракт И Хлорелла. Для нормальной и сухой кожи. Крем я уже тестировала. Он имеет фантастический аромат свежего апельсина. Не сладкого конфетного апельсина, а именно настоящего апельсина. Текстура у него плотная, но несмотря на этот факт, он быстро впитывается в кожу. Отлично её увлажняет, но не оставляет совершенно никакой жирной плёнки, не оставляет неприятного ощущения после себя. Естественно, как и любой уходовый продукт, его нужно тестировать более длительное время, чтобы составить чёткое мнение на его счёт. Но пока что он меня устраивает, он явно меня не разочаровал, и в общем покупкой я довольна. На этом, девчонки, я буду завершать своё видео на сегодня. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо огромное за просмотр. Всем отличного настроения. Улыбайтесь чаще. И до скорых встреч. Пока.